В такой полукосмической атмосфере участники вузовского чемпионата WorldSkills вступают в борьбу. Их напутствует ректор, желая студентам уверенности в победе. Всем участникам хотелось бы пожелать смелости, решительности, удачи в какой-то мере, наверное, она не помешает. Экспертам, я не сомневаюсь, объективности. Добрый путь, ребята! Пять компетенций. Веб-дизайн и разработка, программные решения для бизнеса, преподавание в младших классах, физическая культура, спорт и фитнес и новая для региона компетенция «Туризм». Очень интересные задания. У нас предварительные задания были. То есть мы знаем примерно, что делать. Первый модуль входит в разработку тура по заказу клиента. То есть ему нужно будет подобрать три отеля, выбрать самый выигрышный и представить его. В компетенции «Туризм» ребята будут соревноваться пятью группами по два человека. Они конкуренты друг друга и, конечно, рассчитывают на победу. Прежде всего, это опыт, повышение каких-то своих навыков, специализации. Возможно, выиграю, полечу в Москву на следующий тур. Время покажет. Но чтобы добраться до финала, Ярославу и другим студентам придется три дня выполнять задания, презентовать свои работы, доказать экспертам, среди которых представители деловой среды, что профессиональные навыки и практики дали хорошие плоды. Я могу сказать о нашей компетенции, которая называется «Преподавание в младших классах». Конкурсанты должны очень многое знать и уметь. Конкурсанты должны продемонстрировать те компетенции, которые формировались у них не только в процессе обучения в УЗИ, но и во время педагогических практик. Проведение уроков, причем на современном таком уровне, используя интерактивные технологии и то современное оборудование, которое предполагается в обучении младших школьников. Всего в соревнованиях чемпионата WorldSkills за БГУ примут участие 30 конкурсантов. Их работу будут оценивать группа сертифицированных независимых экспертов. И уже в пятницу станут известны имена счастливчиков, которые поедут на всероссийский тур вузовского чемпионата. Серафима Ляхова, Андрей Шаронов. Время новостей.